друзья всем привет добро пожаловать на мой канал меня за ткать и если вы здесь впервые есть разного рода видеть только парфюмерные но отбоксинги всячески бьюти-боксы сифора и psy и сашин корейский китайский сайт и не только поэтому если вас интересует коротка тендбьюти лайфстайл фэшн пожалуйста не забудьте подписаться оцените это видео непременно и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать мои загрузки я загружаю часто от 3 до 7 раз в неделю итак друзья сегодня очередное парфюмерное видео я наконец-то созрела итак вы уже по заголовку понимаете о чем мы сегодня будем говорить о монталь как много в этом звуке для сердца русского слилось как много в нем отозвалось так что монталь монталь монтальевич короче говоря друзья я на самом деле я естественно знала про этот бренд и была наслышана о нем и не всегда с хорошей стороны почему-то у нас мне кажется создалось такое предубеждение немножечко до против этого бренда против этих ароматов во первых потому что они очень-очень стойкие это раз почему почему это плохо то я не могу понять стойкий аромат это то что мы хотим мне кажется разве нет мы платим большие деньги они дорого стоят эти аромат почему мы должны платить за то что не остается на нашей коже почему это это хорошо это плюс дальше такие жалобы например я слышала что они типа ну там восточные да то есть они удушающие но всегда есть вариант прыскать меньше например правильно то есть как бы не три раза 1 и тогда они будут и стойкие и не удушающие это как бы как вариант 2 3 что они стали в один момент у нас россии я не знаю как сейчас но в один момент они были очень попсовыми считались и все так называемые звезды у нас ими пользовались и они как бы немножечко утратили свой свое очарование что ли в любом случае я никогда не пробовала ни одного манталь я вообще не представляла вообще не представляла их как бы днк до этого бренда и не могла подумать как вот они могут пахнуть какие то какие у них такие что людей напрягают в этом бренде короче говоря друзья вам быстренько сейчас напомню что парфамс манталь он был основан на самом деле только в 2003 году то есть он на самом деле ты не такой уж и старый ты бренда довольно таки мало молоденький и основан он был первым манталем в париже то есть хоть ароматы и восточный у них в основном но первым манталь он на самом деле а французский парфюмер до этого он провел какое-то время в саудовской аравии где он в принципе создавал парфюмеры парфюмы для местной знати королей и королев отсюда естественно сказалось вот сказался этот почерк восточных ароматов на всем бренде и они этими самыми ароматами славятся создают создаются ароматы из натуральных ингредиентов высокого качества оттуда и высокий ценник и плюс ценник еще идет от большой концентрации что и делает эти ароматы более насыщенными и долго играющим понимаете они очень концентрированы поэтому с ними можно переборщить поэтому с ними надо по минимуму прыскать но какой плюс то в этом в этом плюс то какая экономия вы заплатили дорого да но он ваш коллекции будет жить очень очень долгое время согласитесь флаконы специально создаются непрозрачными дабы духи а сохранялись дольше защищены от света вы прекрасно знаете что свет разрушает формулу разрушают духи со временем и их ни в коем случае нельзя хранить под открытыми ну а под как бы в общем лучше всего и куда-нибудь закрывать и уж точно их надо беречь от лучей солнечных так значит манталь создает ароматы унисекса их может могут носить и женщины и мужчины особое место в коллекции занимают удовый аромат это точно сто процентов натуральный уд он конечно страшно дорогой друзья но сейчас лабораториях очень часто делают синтетический уд он точно также пахнет принципе но он конечно не натуральный вообще это очень дорогой ингредиент и он на востоке считается афродизиаком у мантали очень большое количество всяких удовых ароматов у меня будет отдельное видео про удовые ароматы но сегодня мы говорим про их бестселлеры с этого начнем да это не последнее видео по манталь духа так сейчас у меня здесь все заметки чтобы не запутаться я их открываю и начинаем мы я 7 ароматов сегодня разбираю и я им их по местам распределила до от менее всего мне понравившихся более губ более таким которые нашли путь моему сердце на самом деле он должна открыть секрет что когда первый раз все их нюхала я четко как как-то не фанат была думаю ну ничего себе какое разочарование вроде как вот я ожидала что будет что-то более такое в моем стиле но на самом деле не делать поспешных выводов когда дело касается манталь принюхайтесь присмотритесь поносите и возможно ваше мнение как у меня изменится так ну что на седьмом месте у нас аромат под названием день я буду называть как всегда ноты их описание и мои выводы и так ноты цветение апельсина мандарин цветок тиаре и ваниль их описание воспоминания о теплых летних ночах в греции где бесконечен световой день воздухе аромат цветов апельсина жасмина и мандарина не роли цветок тиары и сандаловое дерево в ночи вот вот такая красота в общем друзья на самом деле мне этот аромат понравился меньше всего из их бестселлеров он очень тяжелый он душноватый и он пудровый это то что я не люблю запахов конечно он лучше подойдет на холодное время года или на вечер не моё друзья я поставила два из пяти к сожалению название красивый день но написано что это фруктовый цветочный гурманский аромат но извините я не могу я не могу слишком слишком пудровый тяжелый для меня нет нет еще раз нет поэтому такой низкий рейс у него к сожалению но тем не менее двигаемся дальше итак на шестом месте аромат под названием эмбер маск эмбер маск написано что это ориентальный аромат да то есть ориентал это вас точно значит главное ноты амбра и мускус их описание вы можете себе представить аромат который не переполняет тело можете подобно ласке эмбер маск вызывает трепет эмоций таинственный и чувственный аромат в котором мускус и амбра переплетаются в танце чувств ох они мастаки конечно эти описание сочиняет согласны короче друзья мое мнение этот аромат напоминает удовый хотя вот здесь не упоминается сложно на самом деле сказать женский ли это аромат мужской ли он как бы больше унисекс как и все ароматы у мантали не только мантали на самом деле у большинства нишевых брендов если не у всех ароматы всегда унисекс то есть это очень удобно подобный аромат лучше всего подходит опять же на холодное время года или вечер особых чувств друзья у меня этот аромат вообще-то не не вызвал никаких поэтому я вам поставила троечку из пяти он лучше чем предыдущий но даже на три с половиной не дотягивает по моему мнению пишите кстати друзья если у вас есть какие-то из этих ароматов так как манталь популярен в россии обязательно напишите мне очень интересно как вообще к этому бренду относитесь и именно какие у вас есть может быть даже не из этой не за этих ароматов которые сегодня говорю а из других да у них очень много ароматов очень много они как колор поп постоянно новые 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 выбрасывают на рынок так это был у нас эмбер маск на 6 месте двигаемся дальше на пятом месте аромат под названием и ребенка это тоже восточный аромат ноты бергамот боб тонко уд и мускус их описание арабиенс тонко предназначен для ценителей редких духов прекрасная смесь пряностей роз бобов тонкой бергамота смелый колоритный и зажигательный аромат мое мнение тяжелые тяжелый у добавляет тяжести вечерний на холодное время года аромат очень-очень удовый и очень типичный для манталь вот как я вам сказала в начале у всех парфюмерных брендов есть свой свое днк особенно у нишевых да то есть вы нюхаете вы уже немножко понимаете ну как бы со временем даст практикой какой это может быть бренд так вот манталь на самом деле очень легко определить у них в основном конечно восточные такие тяжеловатые ароматы у них практически все ароматы подходят на холодное время года на осень на зиму если бы я не знала что это французский парфюмерный бренд я бы сто процентов подумала что это какой-нибудь арабский бренд но потому что настолько видимо он впечатлен был создатель до востоком настолько вдохновлен что вот так вот получается что у них 90 процентов все восточные ароматы но в любом случае восточные ароматы тоже хороши только не на не на жаркое время года так рэбинс тонко занял у меня пятое место три с половиной из пяти три с половиной из пяти двигаемся дальше на четвертом месте аромат под названием у дмэйзин вы уже понимаете что в названии уд присутствует очень типично для манталь написано что это цветочный гурманский уд и так главные ноты фига ваниль и рис уд их описание восхитительный уд из малайзии дерзко смешанный с апельсином и бергамотом подслащенной аппетитными грушей и инжиром раскрывает при раскрывает чувственную комбинацию и риса жасмина и пачули и согревает кожу богатыми нотами ванили розового винограда и белого мускуса мое мнение друзья приятный цветочный аромат приятность точно аромат идеально на холодное время года на вечер довольно сладкий уд на самом деле приятный который как мне кажется понравится многим на самом деле это такой нотки уда добавляют ему интереса и но это такой уд который как это такой уд который удовлетворит большинство то есть он без перебора он мне понравился я вам поставила 4 из 5 это я считаю очень хороший рейтинг согласитесь поэтому удмейзи на самом деле у них по праву считается бестселлером он очень-очень популярный аромат от этого бренда 4 из 5 двигаемся дальше третье место на третьем месте аромат под названием сэншу инстинкт этот цветочный гурманский аромат ноты кофе роза пролине их описание теплый и плотный аромат который сочетает в себе яркие нотки жареного кофе и розы элегантный шлейф сотканный из ноток амбры кедра и дубовом ха друзья мое мнение приятный аромат он сладкий менее всего угадывается роза на мой взгляд ощущается кондитерские ноты он интересный и такой довольно загадочный аромат друзья он мне очень сильно напомнил бакара руж знаете вы такой аромат бакара руж это очень очень популярный запах и вот этот сэншу инстинкт сильно мне его напомнил хороший аромат он мне точно так же понравился я ему точно также ставлю 4 из 5 как и предыдущему вот так вот двигаемся дальше и на втором месте у нас аромат под названием розы смазг розы смазг написано что он мускусный цветочный нотки розы белого мускуса и ванили их описание чистейшие розы деликатно гармонирующий с драгоценным мускусом подчеркнутые нотами амбры и жасмина создают элегантный и женственный шлейф так мое мнение это очень неплохой розовый запах насколько розовые запахи могут быть хорошими да я небольшой фанат розовых запах на самом деле они очень часто удушающие такие тяжелые пудровая немножко ну теткинский таки да так скажем но это довольно свежий для роза аромат что очень хорошо очень интересный не слишком тяжелое это очень важно этому я поставила четыре с половиной из пяти четыре с половиной из пяти хороший аромат если вы любите розы но именно розы такие зеленые они не не как в варенье вот этот аромат вам понравится и так мы подбираем подобрались уже к первому месту и это конечно же их стопроцентный бестселлер об этом аромате говорят все парфюмеры кого я смотрю все его просто обожают во всех чартах он присутствует это конечно же аромат intense cafe да друзья это intense cafe и это цветочный гурмант ноты роза бобы кофе ваниль и так их описание поистине соблазнительный аромат цветочные ноты раскрывают сердце состоящие из нежной розы и кофе этот идеальный дуэт оставляет очень красивый шлейф из ванили амбры и белого мускуса так друзья мое мнение это очень приятный кремовый аромат роза здесь идеально сочетается с кофейными бобами и ванилью просто идеально сочетается сладкий цветочный аромат он гармоничный он притягательный он подойдет для любого времени года что редкость для манталь любим многими парфюмерами часто мелькает в рекомендациях но это я вам уже сказала и является всеобщим любимцем 5 из 5 конечно же заслуживает этот аромат если вы любите кофе розу и я на самом деле я уже говорю розу не люблю но вот здесь она как-то настолько гармонично вплелась переплелась это все так хорошо между собой сочетается я этот аромат носила и в жару и в прохладную погоду это просто супер просто супер вот и все друзья вот и все это бестселлеры были от бренда манталь 7 ароматов у меня еще будет несколько видео про другим ароматом мантали может быть что-то еще этом найду надо мне надо мне еще будет посидеть по сделать так сказать research у меня еще другие бренды запланируем не только этот поэтому друзья подписывайтесь я знаю что вы любите парфюмерные видео я тоже их люблю мне интересно их снимать интересно раскрывать ли тебе для себя открывать новые запахи новые бренды новые нишевые дома и не только нишевые поэтому друзья оставайтесь наш замечательной компании спасибо большое за просмотр я буду рада почитать ваши комментарии пишите пожалуйста любите ли вы этот бренд или может быть не очень то вот это это конечно бренд такой неоднозначный но на самом деле мне сначала он не сильно понравился но потом я его больше оценила и на самом деле теперь я не могу сказать что это мой любимый бренд парфюмерный но однозначно очень очень интересный дом итак друзья спасибо вам еще раз за просмотр всего хорошего пока пока Shrimp Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok больше ico личia это ером